МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Полицейский, не знающий сострадания, и психиатр, не знающий сочувствия, становятся машинами". Таково мнение Джеймса Кэмерона, режиссера фильма «Терминатор. Судный день». Добрый вечер, уважаемые телезрители. С вами Елена Камалова и программа «Гость студии». Сегодня страна празднует День сотрудника внутренних дел Российской Федерации. Логично, что гостем нашей студии стал начальник отдела МВД России по городу Кумертау Марсель Абзалилов. Марсель Закеевич, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемая студия, добрый вечер горожане нашего города. Расскажите, пожалуйста, с какими результатами коллектив отдела встречает профессиональный праздник? Ну, хотелось бы, конечно, начать с того, что на протяжении ряда лет результаты оперативно-служебной деятельности отдела внутренних дел по городу Кумертау остаются стабильными, и криминогенная обстановка на обслуженной территории находится под контролем. Если говорить на сегодняшний день, за текущий период удалось снизить на 10,5% общий массив зарегистрированных преступлений, в том числе, если взять по видам преступлений, это касается меньше зарегистрированных краж чужого имущества, это фактически на 7%, на 20% снизились совершения грабежей, на 50% снизились у нас разбойные нападения. Кроме того, удалось эффективно отработать такие линии, как выявленческие составы, на 17,5% выявлено больше по сравнению с прошедшим периодом преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Кроме этого, на 45% выявление увеличилось по преступлениям экономического направленности. Ну, отличный результат на самом деле. Но если это не является служебной тайной, возможно, есть какие-то моменты, которые вызывают Вашу беспокойность, касательно, конечно, оперативной обстановки? Ну, беспокойность, она, конечно, вызывает определенные моменты, не все так свято, так скажем. Есть определенные у нас недостатки в работе, мы над этим работаем. Но хотелось бы обозначить такую тематику в плане того, что за последнее время у нас наши горожане, так скажем, являются потенциальными потерпевшими в плане совершения в отношении их мошеннических действий со стороны, так скажем, под видом. И в основном подвергается у наших горожане это преклонного возраста. Через мобильную сеть, в смысле? Не только через мобильную сеть, так скажем, предполагаемые преступники ходят по домам, где проживают у нас пожилые люди, и под видом социальных работников, значит, под предлогом замены денежной валюты, так скажем, каких-то предоставлений услуг, приобретения каких-то предметов, значит, подвергает наших горожан мошенничеству. Но если говорить в общем, то общий вал зарегистрированных, совершенных мошенничеств, он у нас снизился, но есть проблематика в плане того, что раскрытие данных видов преступлений. Это касается и мобильного банка, интернет-мошенничества, и с использованием карточек сберегательных банков. Дело в том, что у нас потенциально потерпевшими, являющимися наши жители, и предполагаемые преступники, совершают дистанционным образом. Это, как предполагается у нас преступники, могут находиться на территории Российской Федерации. В любом городе. В любом городе, да. Люди у нас, так скажем, доверчивы. И в связи с этим хотелось бы, конечно, довезти до наших горожан, в плане того, что если какие-то моменты имеются, и родственников, близких, племянников, детей, если у вас, так скажем, дедушки, бабушки, которые преклонны возраста, которые проживают одни, проведите с ними профилактическую беседу, в плане того, что если приходят какие-либо незнакомые люди, под видом социальных работников и так далее, под любым предлогом, будьте добры, сообщите своим родственникам в первую очередь, либо сообщите в полицию. В общем, лучше не открывать дверь, а если настойчиво просят открыть, лучше позвонить все-таки в дежурную часть. Да, конечно. Это как один из вариантов найти быстрым образом. Потому что вы правы, конечно, особо уязвимые, у нас пожилые люди доверчивые и дети. Дети. Но, между прочим, я как-то обозначил на преклонном возрасте. У нас данный вид мошенничества подвергнутый не только, так скажем, приклонам. Тут и на эти уловки у нас попадается и любой возраст. Те же самые, допустим, взять мобильные мошенники. Очень изобретательные, да? Приходят ссылки на мобильный телефон. Все, достаточно. Это вирусная программа. Достаточно человеку просто открыть сообщение. Все, если имеется привязка мобильный банк к данному телефону, то деньги 90% автоматически списываются. И все те средства, которые находятся на счетах, все могут уйти. И уйти за пределы Республики Башкортостан. Я надеюсь, что вы будете сегодня услышаны, потому что, к сожалению, есть такая тенденция. Уж сколько раз твердили миру, но все равно и пожилые люди открывают двери незнакомцам и номера карточек своих диктуют по телефону. Поэтому будьте бдительны. Еще раз к вам обращается начальник отдела МВД. Будьте бдительны, уважаемые телезрители. А мы продолжим разговор. Марсель Закевич, в каждом городе, конечно, и город Кумертау не исключение, есть так называемые бомжи, люди без определенного места жительства. В нашем городе как вы контролируете этот контингент? Я потому что знаю, у меня проживают родственники в Вологде. И знаю, что там эти люди все стоят каким-то образом на учете. Их собирают в опорный пункт, снимают отпечатки пальцев. И потом, если вдруг какое-то преступление, то значит уже их причастность определяется. Каким образом у нас дело обстоит? Ну, по тем учетам, я за Вологду, конечно, не готов ответить. Мой участок работы – это городской округ города Кумертау. Что касается лиц, так скажем, без определенного места жительства и родозанятия. Но по тенденции на протяжении пяти лет, так скажем, этот данный контингент у нас, он сократился. Стало меньше таких людей, так скажем, таких граждан. Благодаря чему? Благодаря чему? Ну, такой анализ, наверное, не проводился. И не проводился, да. Но, не знаю, я говорю по факту. Те лица, которые… Ну, мы с данным контингентом, ну, в первую очередь, конечно же, дактилоскопируем, ставим на учет. Это на фотоучет, на видеоучет. И собираем информацию в плане того, какие есть особые приметы. Потому что у нас данные люди, данные люди без определенного места жительства и родозанятия, они в первую очередь подвержены, так скажем, быть потенциальными потерпевшими. То есть, в отношении которых может быть совершено преступление. А раньше, в былые годы, так скажем, около 70 лет назад у нас было специализировано учреждение на территории города Салавата, где данные лица у нас от нас направлялись. Они у нас проходили там на протяжении одного месяца, так скажем, реабилитацию. И выдавались им справки, они приезжали обратно сюда. Но, к сожалению, данное учреждение, оно, как я уже отметил, около 70 лет закрыто. И поэтому мы только что можем сделать. Поставить на профилактический учет, дактилоскопировать их на фото, видео, картотеку, значит, внести. Ну, очень хорошо, что сократилось их количество таких людей. В принципе, я так думаю, что сейчас и горожане знают их, потому что по пальцам можно перечесть. Одни и те же люди занимаются прошенничеством у магазинов. Ну, у нас еще работа проведена в плане того, что совместная работа и с администрацией города Кумертал, и с работниками РЭО в плане того, что вот эти подвальные помещения, чердачные помещения, они у нас сейчас, так скажем, закрыты. А раньше они, конечно, были свободные доступы и были, так скажем, места сбора такого контингента. Да, и что составляло, конечно, определенную опасность для жителей города. Да, конечно, противопожарной безопасности и так далее. Ну, тут масса примеров можно преподнести. Ну, вот следующий вопрос, конечно, будет очень логично теперь задать, что участковый — это друг человека, друг жильца. Я думаю, что, в принципе, его так и нужно воспринимать, что когда участковый приходит и стучится в вашу дверь, не воспринимать его как врага. То есть люди, которые занимаются ежедневно рутинной работой и которые в том числе призваны к тому, чтобы бороться с чем они, с профилактикой правонарушения, правильно выражаюсь, да? Да. То есть участковый же может прийти не только по вызову соседей, а просто может позвонить в вашу дверь, предоставить служебное удостоверение и задать вам какие-то ряд вопросов, которые… Расскажите подробнее про работу участкового, потому что сколько бы ни писали, сколько бы ни рассказывали, в принципе, и «Знаю участкового в лицу», ведь такая акция есть, правильно называю опять же? Да. Да, «Знаю участкового в лицу». Здравствуйте, я ваш участковый, простите. Здравствуйте, я ваш участковый, да. Да, мы эту работу проводим уже не первый год на протяжении, наверное, последних, так скажем, интенсивно на протяжении пяти лет. Да, у нас есть моменты, когда граждане обращаются и говорят о том, что вот где-то там наслышаны о том, что под видом участкового кто-то представился, оказался он преступником или мошенником. По крайней мере, на нашей территории, городского округа, да и ближайшей территории, Милюст, Федоровка, допустим, Куиргазы, таких прецедентов у нас не было. А одна из задач, основных задач участковых, уполномоченных, на самом деле, это работа с населением, работа с населением, это участвовать в сходах граждан, рабочие встречи проводить на предприятиях. Мы эту работу проводим, конечно, у нас это и заложено приказами, чтобы люди видели, знали своих участковых, уполномоченных. Есть очень много проблем, конечно, и бытового характера в плане того, что и люди, конечно, масса вопросов задают. Масса вопросов задают. Вот я участвую в трудовых коллективах, это, конечно, болезненный вопрос дорожно-транспортных происшествий, вот этих самых мошенников, потому что люди сталкиваются с ними, как себя вести, порой даже не знают, каким образом. А участковые, уполномоченные раздают бланки специальные. Кроме этого, каждому участковому, уполномоченному имеются ведомственные телефоны. Государство обеспечило бесплатным телефоном. То есть человек может позвонить, это нормально? Бесплатным мобильным телефоном обеспечило каждому участковому абонентским номером, на котором есть определенный лимит, которым он может воспользоваться ежемесячно. Поэтому все устои созданы, и участковые при обходах граждан, они оставляют свои мобильные телефоны. И в тех объявлениях, где фотография, то есть полностью его данные, указывается и мобильный номер телефона. То есть в любое время граждане нашего города могут позвонить, и какие-то, если вопросы есть, могут их задать. Поинтересоваться, какой номер телефона у моего участкового, где можно? Где можно, но этот участковый наш при обходах. Оставляет визитки? Квартира, да, конечно. Визитки оставляет. И у нас, кроме этого, в торговых точках, в местах массового пребывания, вешается объявление на тех участках, тот, кто обслуживает данный участок из числа участкового. Просто нужно быть внимательным и читать такого рода информацию, да? Да, конечно, да. Кроме этого, как занятие профилактикой, есть масса проблем в плане того, что профилактические составляющие – это раз. Кроме этого, работа с теми людьми, которые освободились из мест решения свободы, кроме этого, выявленческими составами нужно заниматься. Ну, очень много. Большой объем работы у нас выполняет участковые полномоченные. Насколько я понимаю, у них, конечно, работа от рассвета до заката, да? Потому что… Ну, график работы участковые полномоченные, основной график работы у них выпадает на вечернее время. В связи с тем, что у нас люди приходят с работы, находятся дома, то есть прекрасная возможность зайти, познакомиться, так скажем, пройти свой участок, если какие-то есть вопросы, участковый готов там выслушать. Марсель Закевич, а молодые люди, служившие в рядах российской армии, насколько желание у них есть служить потом в полиции? Ну, если взять комплектование кадров городского отдела, ну, я вот приведу пример, допустим, в текущем году поступило 33 кандидата, из 33 кандидатов у нас прошли те требования, которые нам предъявляет, так скажем, федеральный закон, 15 человек. Всего? 15. Это то бишь составляет порядком где-то около 45%. Это настолько высоки требования к кандидатам? Да, значит, высоки требования в плане того, что кандидат должен иметь определенное образование, это раз. Высшее требование? Высшее, да, высшее, но минимум среднеюридическое. Минимум среднеюридическое. В зависимости на какую должность он, в какое направление, в какое подразделение он будет, так скажем, в свою кандидатуру, в качестве кандидата будет поступить. Где он себя видит, то есть, да, понятно? Да, где он себя видит, где он себя желает видеть. Кроме того, военно-врачебная комиссия, то есть состояние здоровья и психологическое состояние, то есть психолога, работа психолога, то есть должна быть определенная выдержка и так далее. И безупречная, так скажем, прошлая составляющая не только его, но и его близких родственников. То есть отсутствие судимости административных каких-либо правонарушений со стороны кандидата в прошлом. То есть это все эти вещи по базам, так скажем, проверяются и контролируются. Если имеются какие-то в плане того, что административные правонарушения, то есть уже будет вопрос. То есть там тоже есть определенные, так скажем, определенные требования. Не все административные правонарушения будут являться отказом для прохождения службы или приема на работу. Но в настоящее время у вас, как кадровый вопрос решен, укомплектованы полностью отделы? Ну, если говорить на сегодняшний день, то у нас в этом году очень много было поступлений кандидатов и очень большой глоток. Ну, тут по различным причинам, по сроку службы, по состоянию здоровья. Есть такие моменты, когда сотрудник у нас получил увечья и уже не может проходить службу дальнейшую. Ну и переводы в другие органы на высшестоящие должности. Так скажем. Этот год у нас вот так вот выпал. То есть есть вакансии и в милости просим кандидатов, да? В настоящее время у нас имеется вакансия, поэтому, может быть, в качестве рекламы, не реклама. Да, конечно, почему нет? Мы готовы любую кандидатуру рассмотреть, но при определенных условиях, так скажем. Которые вы обозначили выше, да? Да, ну да, есть определенные требования. Ну вот, все-таки главная ценность любого коллектива это люди. Сегодня у вас есть возможность напрямую поздравить свой коллектив с профессиональным праздником. Да, спасибо. Уважаемые сотрудники, ветераны органов внутренних дел, дорогие друзья, прежде всего, конечно, хотелось бы поздравить всех с профессиональным праздником. В 2017 году советская милиция исполняется 100 лет. За последние 6 лет праздник стал называться днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. За многие годы, как бы этот день ни назывался, он стал поистину всенародным. Все эти годы сотрудники внутренних дел достойно выполняли свой профессиональный долг. Стоит отметить, что праздник символизирует лучшие качества сотрудников. Это и готовность прийти на помощь, и защита прав наших граждан. А иногда просто их жизнь зачастую ценой собственной жизни сотрудников. Благодаря всех, кто несет свою службу в отделе МОД России по городу Кумиртау, благодарю за преданность профессии, за самоотверженный труд. Днем и ночью вы стоите на страже правопорядка, защищаете мирную, созидательную жизнь. Со всей искренностью и признательностью поздравляю наших дорогих ветеранов, прошедшие нелегкие этапы пути становления милиции и тяжелые испытания современной действительности. Ваш опыт и знания бесценны, а традиции и преемственность поколения будут всегда бережно храниться. Современная полиция России – это технологически развитая, мобильная и четко организованная система защиты законности и правопорядка. Главная наша сила в людях, которые здесь работают, в уникальных специалистах различных подразделений, в патрульно-постовых службах, инспекторах, оперуполномоченных, следователях, дознавателях, кадровых работниках, участковых и многих других. Во всех, кто самоотверженно трудится на вверенном участке, отдавая все силы. Я считаю, что вы дальше будете участвовать в процессе преобразования, обновлять свои профессиональные навыки. И, конечно, ваша личная отзывчивость, ваш авторитет и дальше будет основой доверия граждан к Министерству внутренних дел Российской Федерации. Особую признательность хочу выразить вашим семьям и близким за понимание важности полицейской работы, за волнение, тревоги и порой бессонные ночи, проведенные в ожидании со службы своих близких, за созидание теплого домашнего уюта для успешной служебной деятельности наших сотрудников. От всей души поздравляю всех вас, и ветеранов, и ваши семьи, с праздником. Благодарю вас за мужество и добросовестную службу нашей великой стране. Желаю вам здоровья и успехов, счастья и благополучия. Спасибо, Марсель Закевич. Сотрудники телерадиокомпании «Арис» присоединяются к поздравлениям. Желаю вам здоровья, удачи в делах. Уважаемые телезрители, помните, один человек плюс закон, и нас уже большинство. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!